Добро пожаловать на канал о криптоалютах. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, Бразилия запустила пилотную программу для своей цифровой валюты от Центрального банка CBDC. И этот шаг является частью усилий страны по модернизации своей финансовой системы и сокращению затраты времени, связанных с традиционными финансовыми операциями. Продолжительность этап разработки тестирования стекает в феврале 2024 года, а вскоре после этого следует этап оценки. И тестирование будет включать в себя реальные транзакции, включая покупку и продажу федеральных облигаций. Также цифровая валюта Центрального банка Бразилии будет платежной системой на основе блокчейна, которая облегчает розничные транзакции. И поставка против платежа программируемых финансовых активов является целью пилотных транзакций, которые будут направлены на быстрые расчеты. И важно отметить, что это позволит мгновенно пройдить транзакции между банками на основе CBDC с помощью депозитных токенов, которыми владеют конечные пользователи. Также еще одна новость. Суд одобрил покупку Binance ES активов Voyager Digital. Так, американское подразделение Binance может купить активы обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital. Такой вердикт вынес судья Майкл Уайлс по итогам четырехдневных слушаний. Так, в декабре 2022 года платформа предложила самую высокую цену за активы Voyager. Однако против сделки выступила СЭК и Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк. Судья признал определенные опасения СЭК, но отметил отсутствие реальных причин для отказа Binance ES. Еще одна новость. Брэд Гарлинхаус, генеральный директор компании Ripple, сегодня нанес удар по СЭК в сэм-твите, реагируя на то, что на этой неделе СЭК потерпела три неудачи в суде. Также адвокат Стюарт Эльдоротти говорит, что многие видят преимущество у Ripple, который смог набрать очки по ключевым показаниям. И наши эксперты объяснили, что налоговый режим XRP – это неценная бумага, бухгалтерский счет XRP – тоже неценная бумага, и валюта XRP – это неценная бумага. И Стюарт Эльдоротти говорит, что мы всегда чувствовали себя уверенно в нашем деле и с каждым решением тем более. Таким образом, в то время как СЭК продолжает наращивать свою деятельность против криптовалютных компаний, последние события показывают, что у криптоиндустрии есть хорошие шансы дать отпор СЭК. И дело Ripple СЭК может быть в центре всего этого. Также Брэд Гарлинхаус заявил, что криптоиндустрии США необходимо восстановить доверие за счет прозрачности и полезности. И он заявил, что дело не в Ripple или в XRP, а в том, как СЭК атакует всю отрасль. Он призвал регулирующие органы должным образом регулировать отрасль, заявив, что многие другие страны G20 уже создают рамки и устанавливают рекомендации. И в качестве примера, что могут сделать США, он привел правила ЕС по регулированию криптовалют. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам нравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok